С момента первого появления в оригинальной техасской резне бензопилой, Кожаное лицо завоевал место среди классических злодеев фильмов ужасов. Но его история стала запутанной с годами после сиквелов, приквелов и перезагрузок. Но мы собрали её по кусочкам. Кожаное лицо похож на монстра, которого режиссёр Тоби Хупер увидел в своём кошмаре, однако он не был продуктом воображения Хупера. Он, как и остальная часть семейства каннибалов Сойер, был частично основан на реальном человеке – серийном убийце и могильнике. Его звали Эд Гейн, и он получил прозвище Мясник из Плейнфилда. Несколько жителей этого города в штате Висконсин пропали без вести, и Гейн был признан виновным в их смерти. Обследование его дома привело к тому, что власти обнаружили органы, хранящиеся в банках, и маски из человеческой кожи. В техасской резне бензопилой Кожаное лицо не просто носит одну маску. Он переключается между ними в зависимости от сцены. Зачем? По словам покойного Гунара Хансона, который изначально играл персонажа, маски были не просто жуткими аксессуарами. Они были единственным способом, которым Кожаное лицо мог выразить себя. Хансон сказал, «Маска определяла его личность, кем он хотел быть в тот день. В зависимости от этого он выбирал, какую маску он наденет» Поэтому, когда Дрейтон приходит домой с Салли, на Кожаном лице надета маска старая леди, на нем фартук и деревянный половник в руке. Он хочет быть домашним, помогать на кухне. За ужином у него другое лицо – красотка, на которой нанесен макияж. За сорок с лишним лет, прошедших с момента выхода оригинального фильма, различные фильмы во франшизе исследовали слегка измененные истории происхождения Кожаного лица. Ремейк 2003 года и его приквел 2006 года, Техасская резня бензопилой Начало, дают интересные объяснения. В этой версии Кожаное лицо родился изуродованным от кожного заболевания, а его мать умерла, родив его прямо на работе. Её боссу было плевать на судьбу младенца, поэтому он оставил его в мусорном контейнере, рассчитывая на то, что он умрет. Женщина по имени Люда Мэйхьюитт находит его и принимает как своего собственного сына, называя его Томасом. Ему стыдно за то, как он выглядит, поэтому он начинает носить кожаную маску, чтобы скрыть своё лицо. Эта привычка сохраняется и во взрослой жизни, и со временем маска становится частью него. То, что его усыновили, спасло его от смерти в мусорном контейнере, но Хьюитты – не самая теплая и любящая семья. Так же, как и семья Сойеров из оригинальной Техасской резни бензопилой, они – жестокая группа людоедов, и Кожаное лицо был обречен стать одним из них. Однако не в каждом приквеле он изображается изуродованным или больным. Фильм 2017 года Техасской резня бензопилой Кожаное лицо подробно рассматривает его детские и юношеские годы, но уводит историю в другом направлении. Нас знакомят с персонажем в день его рождения. Его семья дарит ему в качестве подарка возможность пытать и убить вора, который пытался украсть одну из их свиней. Однако он не хочет участвовать в насильственном ритуале, отказываясь использовать бензопилу. На протяжении всего фильма его мать ясно дает понять, что она сделает его одним из них любой ценой. В этой версии истории ясно, что Кожаное лицо знает, чего от него ждут, но в глубине души он не хочет быть частью этого. – Несмотря на жуткую обстановку в доме Сойеров, он выглядит обычным ребенком – у него нет никаких признаков кожного заболевания. В целом, в его внешности нет ничего, что отличало бы его от других детей. Однако детство у него отличалось от истории остальных мальчиков. В фильме Техасской резня бензопилой Кожаное лицо заглавный персонаж проводит много времени вдали от своей жестокой семьи. Молодые любовники Бетти и Тед встречают Джи Дедайу Сойер на обочине дороги. Бетти беспокоится о безопасности ребенка, и они идут за ним обратно в сарай в надежде помочь ему. Но семья Сойеров не хочет видеть чужаков, разгуливающих по их собственности, и девушку не ждет ничего хорошего. Её отец, местный шериф, прибывает на ферму Сойеров. Он потрясен и опечален сценой, которую он обнаруживает. В качестве возмездия он отсылает Джи Дедайу в психиатрическую больницу, несмотря на протесты его матери Верны. Именно здесь мальчик, который станет кожаным лицом, проводит свои юношеские годы под именем Джексон. Джеди Дайя сбегает из психиатрической лечебницы. После побега с медсестрой и небольшой группой заключенных ему наносят удар в лицо, и именно его мать помогает ему зашить раны. Она знает, пока он уязвим, она может вонзить свои когти в его душу и вернуть его в семью Сойеров. Когда она кладет бензопилу в его руки, он впервые готов использовать её по назначению. И первой жертвой становится шериф, который отослал его, а затем в него выстрелил. В приквеле шестого года не мать кожаного лица побуждает его поддаваться его худшим побуждениям. Чарли Хьюитт, сын Люды Мэй, настоящий преступник. Когда кожаное лицо теряет работу на бойне, он убивает своего босса. Когда шериф Хойт пытается арестовать кожаное лицо, Хьюитт убивает его, а затем маскируется под Хойта. – С**, я просто убил весь, б***ь, департамент сериала. Проведя время с Хойтом, впечатлительный Томас Хьюитт становится кожаным лицом. Теренс Эванс, который сыграл в этом фильме старика Монте, сказал, «Я думаю, что был шанс, что жизнь Томаса могла быть иной. Но те страдания, через которые он прошел в сочетании с плохим характером и следованием за Хойтом как щенок, позволило Хойту получить абсолютный контроль» В техасской резне бензопилой кожаное лицо его первая маска была от одной из его первых жертв – медсестры, которая покинула психиатрическую больницу вместе с ним и другими заключенными – Лиззи. Лиззи симпатизирует молодому человеку, но их дружба недолговечна. После убийства Хартмана Джо Дидая преследует Лиззи с бензопилой в руках – она падает, когда её нога попадает в медвежий капкан. Лиззи умоляет его о пощаде, но когда она оскорбляет мать Кожаного лица, у неё не остаётся ни единого шанса на спасение – он заводит бензопилу, обезглавливает её и делает свою первую маску из её кожи. В приквеле шестого года убийства Кожаного лица начинаются, когда инспекторы здравоохранения закрывают бойню, где он работает. Это соответствует деталям из оригинальной техасской резни бензопилой, где все люди в семье Сойеров работали на местной бойне. Когда они потеряли работу, они обратились к каннибализму. Когда Салли, последняя оставшаяся в живых из группы детей в фильме 1974 года, подвергается пыткам и насмешкам во время ужина с Сойерами, они предполагают, что дедушка должен был убить её, потому что он был лучшим работником на старой бойне, однако он слишком слаб, чтобы закончить начатое, и она убегает. Кожаное лицо – один из тех классических злодеев кино, которые не обязательно были рождены злыми, но знание его предыстории делает оригинальную техасскую резню бензопилой лишь более пугающей. Так что не подвозите незнакомцев, которые выглядят сомнительно. – Ты можешь уйти с нами. Ты любишь хитрость? Мой брат делает это очень вкусно! Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы ужасов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!